В Тверских школах в преддверии нового учебного года полным ходом ведутся ремонтные работы. Самые масштабные проходят в Центре образования номер 49 в микрорайоне Южный. Здесь производится капитальный ремонт кровли. Капитально крышу в 49-й школе не ремонтировали никогда. Текущий ремонт, конечно, был, но срок его службы подошел к концу. Долгожданный ремонт для данного учреждения. И школа очень рада, что попала по результатам конкурсного отбора в данную программу ремонт кровель муниципальных образовательных учреждений. Более 17 миллионов рублей выделено на эти ремонтные работы. До начала учебного года еще целый месяц, но подрядная организация работает активно. Готовность объекта составляет 70%. Старое покрытие уже разобрано. Строители укладывают новое из ПВХ-мембраны. Покрыт бассейн у нас. Сейчас будут ведутся работы на правом крыле здания по установке конструкции над зенитными фонарями. Здесь над зенитными фонарями тоже конструкция установлена, но не до конца. Уселяют металлическим уголком, куда будет крыться специальный поликарбонат. А в 15-й школе планируют открыть дополнительное классное помещение на 25 учеников. Это еще один шаг к переходу на обучение в одну смену. Основные ремонтные работы здесь завершены. Баталли были навесные, сделаны откосы подоконники, панели установлены, заменены батареями. В проекте «Современная школа», одна из задач которого – переход на учебу только в первую смену, участвует и школа номер 51. В ней ремонтируют класс, где смогут учиться 30 ребят. По словам родителей, они нам говорят, что дети очень ждут возвращения в школу. И мы думаем, что в этом году это будет самое радостное 1 сентября. Вот доказательство, что школа делает все эти ремонты, конечно, для блага и военной детей. Мы тоже и ждем. Примерно так будет выглядеть класс после ремонта. Это помещение обновили в прошлом году. Интерактивная доска и другие атрибуты современной школы также появятся к новому учебному году. Цифровому образованию детей сейчас уделяется особое внимание. Губернатор Тверской области Игорь Руденя подробно рассказал, что сделают в этом направлении. Планируется создание 30 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», создание мобильного технопарка «Квантуриум» и еще одного центра «Айти Куб». Прием к образовательных учреждения Твери начнется уже на следующей неделе и будет проходить до середины августа.